МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 6 сентября, вторник, на часах в Якутске 19.16. В прямом эфире информационно-аналитическая авторская программа «Арена событий». Сегодня гостем программы будет первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, министр экономики Республики Саха-Якутия Алексей Александрович Стручков. Алексей Александрович, рад приветствовать вас. И огромное спасибо, что в своем графике невозможном выкроили время для встречи. Алексей Александрович, будем говорить сегодня, анонсирую для зрителей, будем говорить сегодня об итогах 2-го Восточного экономического форума. Но перед этим маленький такой задел, что ли, с моей стороны. Вот есть такая древняя китайская пословица, она гласит. «Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется». Ну, это, во-первых, касается и нашей встречи. Но вот состоялись множество встреч, которые, несмотря на время, место и обстоятельства, вы провели, собственно говоря, в рамках форума. Каковы итоги? Сколько соглашений было подписано? Насколько они важны? Давайте с этого начнем. Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что, конечно же, Восточный экономический форум, как экономический форум, он действительно состоялся. Он был очень масштабным, и в нем приняло участие более 3,5 тысяч участников из 56 стран мира. И участие трех глав государства – Японии, Южной Кореи и президента Российской Федерации – конечно, говорит о масштабности этого форума и об интересе, который Дальний Восток представляет экономический и инвестиционный интерес, прежде всего, для стран Азиатко-Тихоокеанского региона. Если говорить об участии республики Саха-Якутия, то на полях форума в целом и предприятия республики, и органы власти заключили 15 договоров с общим суммарным объемом инвестиций более 325 миллиардов рублей. Это проекты в сфере горной добычи, это проекты в сфере нефтегазового комплекса, это проекты, связанные с формированием необходимой транспортной энергетической инфраструктуры, и, конечно же, это проекты в сфере агропромышленного комплекса и развития туризма. То есть, это практически весь спектр экономики региона, в котором заинтересованы потенциальные инвесторы. Алексей Александрович, ведь, наверное, не только, по вашему выражению, на полях форума, но и за полями форума что-то происходит, как правило, на таких встречах. Нет, конечно. В целом, можно определить три направления, по которым были сформированы так называемые стратегические и ключевые сессии. Прежде всего, это возможности для инвесторов, это условия для инвесторов и это возможности всего Дальнего Востока для инвестиций. И полинарное заседание, оно тоже имело такое знаковое название «Открывая Дальний Восток». То есть, по сути дела, говорилось о том, что Дальний Восток готов для прихода инвесторов, что на Дальний Восток готов предложить инвесторам проекты, которые могли бы быть интересны им. И, соответственно, эти проекты в конечном итоге приведут к повышению качества жизни, оседлости населения в регионах Дальнего Востока и, соответственно, снижению миграционного оттока населения из регионов Дальнего Востока. Можно ли вас спросить сформулировать таким образом вопрос? Восточное кольцо России такой проект? Да, это такой проект, проект туристический, который позволяет одномоментно, вот по аналогии с Золотым кольцом России, известные туристические бренды, туристический проект, который включает в себя несколько субъектов Российской Федерации, точно так же и Восточное кольцо России, которое начинается в Забайкале и заканчивается в Приморском крае и охватывает, по сути дела, все приоритетные или перспективные направления туризма в этих субъектах. Вчера арена событий была посвящена началу бриллиантовой недели в республике, ну и в Якутске. Алроса компания как была представлена на нашем стенде? Там была, вот скажите, пожалуйста, вот эта вот 4D-модель добычи алмазов. Это действительно произвело очень сильное впечатление на всех тех людей, которые попробовали эту 4D-модель и посмотрели, как реально добываются алмазы, и как эти алмазы в последующем превращаются в бриллианты. Вы знаете о том, что на полях Второго Восточно-экономического форума был представлен, презентован Евразийский алмазный центр, центр, который будет международным аукционом по продаже алмазов и бриллиантов. И надо сказать, что в рамках этого Евразийского алмазного центра состоялся первый аукцион по продаже алмазов и бриллиантов. И надо сказать, что это вызвало достаточно живой и большой интерес со стороны потенциальных покупателей. Это были покупатели из Индии, из Китая, из Японии. И объем проданных лотов превысил 18 миллиардов долларов США. И в рублевом эквиваленте составляет более 1 миллиарда рублей. Это фактически за 2 дня проведенного аукциона продано на такую большую сумму бриллиантов и алмазов. Более того, 2 дня, не скажу, что какой-то колоссальный срок, да еще и первый аукцион получается. Да, это первый аукцион. Это говорит о том, что есть интерес, и что мы движемся в правильном направлении, и что Владивосток как площадка по торговле может состояться. Вообще республика сколько проектов представила? В целом мы представили 22 проекта с суммарным объемом инвестиций более 700 миллиардов рублей. Это проекты наших горнодобывающих компаний, наших нефтегазовых компаний. И это крупные инфраструктурные проекты. Прежде всего, конечно, хотел бы отметить строительство мостового перехода через реку Лена. Это проекты, связанные с формированием необходимой энергетической инфраструктуры для наших добывающих проектов. И проект, который также хотел бы отметить, это проект по переработке углеводородов в городе Алдани. И также проекты, связанные с добычей полезных скопаемых. Это очень крупный проект, как проект реализации Тарынского рудного поля, который положен на территории Миконского района. Если говорить о предприятиях, то они тоже подписывали какое-то количество соглашений? Да. Вот из 15 соглашений, которые я озвучил, 6 соглашений были подписаны с участием правительства Республики Сахай-Коти. Их подписывал глава Республики Сахай-Коти. И, соответственно, остальные 9, они были заключены непосредственно между компаниями и их партнерами, либо потенциальными инвесторами. Что-то можно выделить такое, ах? Или... Конечно, можно выделить. Но вот помимо большого туристического проекта, который называется «Восточное кольцо», я бы еще, пожалуй, выделил бы строительство линий электропередач 3-4-го русского комплекса, линии электропередач Сунтар, Мирный Сунтар-Нюрба и доведение линии электропередач до Накынского рудного поля, что в конечном итоге позволит снизить себестоимость добываемых на Накынском рудном поле алмазов и, соответственно, повысить рентабельность и прибыльность компании «Алруса» в целом. И также хотел бы среди подписанных соглашений также выделить, наверное, соглашение между Агентством по развитию человеческого капитала, которое предполагает своевременную и заблаговременную подготовку кадрового потенциала для тех проектов, которые будут реализованы на территории Республики Сахай. Соглашение, оно такое достаточно комплексное и подразумевает подготовку не только специалистов с высшим образованием, а прежде всего специалистов рабочих профессий, которые наиболее востребованы на новых проектах. Вообще это здорово. Это правда здорово, потому что вообще основной потенциал – это люди, на самом деле. Любой экономики. Наверное, вы согласитесь со мной. Это не только деньги. Это в первую очередь люди. Вот, кстати говоря, в связи с этим вопрос. 3 сентября, в завершающий день Восточного экономического форума, Егор Борисов принял участие в дискуссии в рамках ключевой сессии работы регионов по улучшению инвестиционного климата, двоеточие «Оценка бизнеса» и цитата главы Республики. Перед нами стоит конкретная задача – обеспечение условий развития. Наша главная цель – повышение благосостояния людей. В связи с этим вопрос. Вот когда многие слышат об инвестициях, о подписанных соглашениях, всегда думают, а как это соотносится с моим? Вот мне это что, как рядовому гражданину? Вот что можно сказать таким людям? Ну, наверное, ответ достаточно простой и достаточно очевидный. Что дают крупные проекты, помимо инвестиций в основной капитал, для обычного жителя Республики Сахай-Экуте? Прежде всего, это позволяет создать новые рабочие места со стабильной и высокой заработной платой на новых проектах. Соответственно, человек может себя реализовать. Это такой ключевой момент. Второй момент связан с тем, что все эти проекты, и прежде всего крупные инвестиционные проекты, они генерируют увеличение доходов регионального и местного бюджетов. Соответственно, у органов власти появляется больше возможностей решения социальных задач. И надо сказать, что в нашей Республике, я более чем уверен, жители нашей Республики это чувствуют. У нас более 70% расходов государственного бюджета имеет ярко выраженную социальную направленность. У нас порядка 20 миллиардов в рамках государственного бюджета направляется на строительство и реконструкцию новых социальных объектов. Это дошкольные образовательные учреждения, это школы, это спортивные объекты, это инфраструктура, это объекты годификации, жилищно-коммунального хозяйства. То есть то, с чем каждый человек скажет каждый день. И если бы не было крупных проектов, и не было бы реализации крупных проектов в Республике Саха-Якутия, то, конечно, возможности государства в лице правительства Республики Саха-Якутия, органов местного управления, они были бы весьма и весьма скромны. И, соответственно, появление новых проектов позволяет нам во многом решать социальные задачи. И в конечном итоге все эти проекты, или главная цель реализации этих проектов, это повышение качества жизни в нашем учреждении. Кстати говоря, в одном из недавних исследований я лично с Вами глазами читал, что Республика Саха-Якутия на первом месте среди тех регионов, которые наименее безболезненно, переживают непростую экономическую ситуацию абсолютно точно. Наименее безболезненно. Надо сказать, что действительно и в 2015 году, и в 2014 году на общем фоне спада показателей экономики, наша экономика, она демонстрировала и продолжает демонстрировать, к счастью, устойчивую положительную динамику. Это темпы роста экономики, темпы роста волового регионального продукта, это рост инвестиций в основной капитал, и, как следствие, это увеличение собственных доходов консолидированного бюджета республик, который, опять же, повторюсь, позволяет решать многие социальные задачи. Время наше истекло. Спасибо вам за встречу. Будем прощаться.